Музыка Отыграла увертюра на зелёном рояле, а значит вновь пришла суббота, и на телеканале «Союз» музыкальная программа «Канон». Я её автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с талантливым музыкантом, дирижёром и композитором, художественным руководителем Первого симфонического оркестра Сергеем Желудковым. Сергей Желудков. Дирижёр, композитор, художественный руководитель Первого симфонического оркестра. Родился в 1989 году в Донецке. Окончил музыкальный колледж при Институте имени Ипполитова Иванова по классу хорового дирижирования и композиции у Станислава Гусева, Александра Флерковского и Ефрема Подгайца. По окончании колледжа продолжил обучение в Московской государственной консерватории имени Чайковского, по классу оперно-симфонического дирижирования у Геннадия Рождественского, по классу композиции у Романа Леденёва. В 2007 году в рамках проекта Национальный молодёжный хор Российской консерватории прошёл мастер-класс хорового дирижирования. В этом же году стал лауреатом второй премии Четвёртого Всероссийского конкурса музыкально-просветительских программ, а в 2009 году победителем Пятого Всероссийского конкурса музыкально-просветительских программ. В качестве дирижёра сотрудничать с такими коллективами, как хор Московской консерватории, хор Храма Христа Спасителя, оркестр Московской консерватории, оркестр Института имени Ипполитова Иванова, Первый симфонический оркестр, оркестр Оперного театра Московской консерватории и концертный мужской хор Давидовой пустыни. Помимо дирижёрской работы Сергей Желудков ведёт плодотворную композиторскую деятельность, пишет симфоническую, камерную, вокальную, инструментальную музыку, музыку для детей, хоровые произведения, музыку к кинофильмам и театральным постановкам. Произведения автора входят в репертуар всемирно известных коллективов, исполняются на фестивалях и входят в учебные планы ведущих российских высших музыкальных учебных заведений, исполняются в православных и католических храмах России и Европы. Сочинение Сергея Желудкова публикуется издательствами «Карус» Германия, «Мюзика Нео» Швейцария, «Современная музыка» Россия. Сергей, давайте поговорим с вами о вашем детище. Это первый симфонический оркестр. Во-первых, хочу узнать, почему первый? Ведь до вашего коллектива уже, по-моему, лет 200, как симфонический оркестр существует в России. Почему первый? Вы знаете, как лодку назовёшь, так она и поплывёт. А вы в этом смысле? Да, ну, называть коллектив каким-нибудь именем, именем какого-то музыканта было бы, на мой взгляд, нелепо, потому что коллектив должен был к тому времени состояться. И уже завоевать себе имя Светланова, имя Чайковского. Здесь я всё-таки хотел, чтобы музыканты, которые будут играть в этом оркестре, они понимали, куда они пришли и что они делают. И чтобы они держали планку, марку и относились к своему делу, как первое в своём деле. А вот вы говорите, пришли. Всё-таки вы начинали, вам было 18-19 лет. Да. Вы только что окончили Московскую консерваторию. Вы ещё молодой, неизвестный композитор, дирижёр. Как вы заинтересовали зрелых, опытных музыкантов? Какое слово вы нашли для них или какой-то стимул? Мне пришлось выступить с речью, когда я первый раз увидел своих будущих музыкантов. Вот, естественно, я немножко оторопел, потому как музыканты, которые, так сказать, смотрели на меня, были... Ну, мягко говоря, постарше и поопытнее, чем я. Вот, и, конечно, мне пришлось выступить с художественным словом, которое они в конце горячо поддержали. И мы пообещали друг другу, что мы беззаветно будем отдаваться этому делу и играть так, как велит нам наше призвание. А в чём уникальность вашего коллектива? Мы играем музыку, которая не очень популярна, хотя она и известна. И, понимаете, сейчас такая тенденция, что не все коллективы могут позволить себе играть то, что им хочется. Ну, в силу определённых обстоятельств. Просят сцены, просят зрителей. И вот играть то, что хочется, и делать это так, как не делает никто, вот в этом есть зерно. Я думаю, что это могут себе позволить не все музыканты, и вот это качество, и это привилегия, она, можно так сказать, доступна немногим. А сколько коллектив уже существует лет? Коллектив существует с 2009 года. И что успели добиться за эти годы? Расскажите вот о дне сегодняшнем. Чем живёт коллектив? Коллектив сейчас живёт моими сочинениями, Потому что сейчас я уже, ну, можно так сказать, дошёл до музыки симфонической. И сейчас мы уже исполняем музыку мою. И, конечно же, мы стараемся не забывать композиторов, которые писали свои сочинения. И я делаю обработки, сочинения, переложения. Мы играем их, то, что никто не слышал. Мы стараемся вдохнуть в них новую жизнь, проложить дорогу к слушателям. Потому что поколения меняются, а эта музыка остаётся, и её хочется передать по наследству. Ну вот, чтобы этот мост не прерывался, мы над этим активно работаем. У каждого коллектива своё звучание. И коллектив обязан этому звучанию своему руководителю. Это действительно так? То есть каждый дирижёр привносит что-то своё в довольно известную музыку? Ну, конечно. Чтобы принести своё дирижёру... Расскажите вот о своей работе. О работе дирижёра именно. Ну вот, чтобы привнести своё что-то в музыку, нужно самому что-то из себя представлять. И как-то работать над этим. Ну, ни дня не бывает в моей жизни, чтобы я как-то остановился в работе над собой. И в работе над коллективом. Музыканты это чувствуют. И они отдаются этому чувству. И сами заражаются этим. Следуют за вами. Следуют, да, это слышно. Конечно, мы такие же люди, такие же, как все. Но мы стараемся сделать что-то большее. И быть сверх музыки. Ну, как бы это ни звучало очень помпезно, но всегда нужно быть сверх своей профессии. И осваивать её настолько, и проникнуть в неё настолько, чтобы уже отдаваясь ей, вы могли понимать, что ещё есть какой-то горизонт, кроме уже поставленного. Уже следовать выше, чем атмосфера. Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сергей, помимо вашей инструментальной и симфонической музыки, у вас много произведений вокальных и очень много произведений написано на тексты молитв. Скажите, когда вера стала главенствующей в творчестве и в жизни? Расскажите о своем пути в храм. Мой путь в храм начинался, я бы сказал так, из училища, потому что храм, в который я первый раз попал, он находился рядом с училищем имени Политова Иванова. Это храм 40 севастийских мучеников, я первый раз там услышал большой хор, первый раз я услышал там сочинения духовные, полотна Чеснокова, Рахманинова, Чайковского. И, конечно же, это произвело на меня впечатление. Прийти к пониманию духовного творчества мне помогли также и сочинения все-таки композиторов наших российских, Чайковского, опять же, Рахманинова, да, потому что их творчество очень духовно, оно наполнено этим. Потом мелодизм, их ткань музыкальная, он настолько образный и высокодуховный, что здесь нельзя просто так прослушать и пройти мимо. Конечно, они очень сильно повлияли на меня. И мои сочинения, которые я пишу для храма, либо вот оркестровые, конечно, они несут этот отпечаток. И, ну, можно сказать, что они духовные, да, хоть они оркестровые, хоть они вокальные, но они духовные. Что для вас, как для мастера, дороже? Та область инструментальная или вот духовная музыка? Ну, вы знаете, для меня все дорого, это вот как, вот ты смотришь на руки, вот какой палец сейчас дороже, да, какой бы отдать, вот этот или этот, ну, все вот они. Вот они, они мои. Но ощущение, с которым вы пишете духовную музыку, ну, наверное, все-таки отличается. Нет? Я бы сказал, что мысли отличаются, когда пишешь музыку духовную. Помыслы и чувства. Потому что, конечно же, когда ты записываешь ноты на тексты, которые уже существовали тысячи лет, вот, а ты к ним, ты их осмысливаешь сам и добавляешь к ним ноты, то здесь уже происходит такая вещь, как небольшое пустошение. Потому что ты так выкладываешься, чтобы передать этот текст. Ну, это непередаваемо. Я когда первый раз увидел Рембрандта, старец Симеон, картину, и я поразился. Вот слова «ныне отпущаешь, и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Понимаете, человек прожил такую жизнь, чтобы увидеть в один миг Христа и умереть. Вот увидеть и умереть. И вот эта грань запечатлена в картине, когда ты видишь, что человек сейчас находится на краю вот этой пропасти. Да, вот он прожил жизнь, и сейчас ему вот в этот миг открылось, он держит младенца. Вот это такое же чувство. Мне это очень сильно поразило. Вот сочинение, которое я написал «ныне отпущаешь, и», оно для меня было опустошительным. Песня «ныне отпущаешь, и раба твоего, владыка, по глаголу твоего, Как защитив Ach where other possible, как держаale полезности, и грн., как испытать и using the freedom of grace, как использовать тигура пищи, как видимогоерира на Narration, Субтитры подогнал «Симон» 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 И в это особенно важное время для каждого христианина я хотел бы вас попросить сказать несколько напутственных слов нашим телезрителям православного канала «Союз» Я бы хотел пожелать уважаемым телезрителям прежде всего любви любви друг друга терпения ведь не всегда Иногда наши поступки, а иногда действия радуют наших близких и нашу семью. Мне бы хотелось, конечно, чтобы люди понимали это и не отдалялись друг от друга. Ведь есть одна такая притча, когда молодой человек спрашивает учителя, почему люди друг на друга кричат? Учитель ему говорит, ты понимаешь, люди кричат потому, что их сердца отдаляются, и они боятся быть неуслышанными. Вот когда люди любят друг друга по-настоящему, они говорят шепотом, а иногда просто молчат. А когда люди очень громко кричат, то их сердца отдаляются, и может настать тот момент, когда они просто не найдут дорогу обратно. Вот мне бы хотелось пожелать телезрителям слушать друг друга, быть терпимее и любить, прежде всего, своих близких и родных. Теперь я понимаю все вот эти комментарии и Крылатова, и Подгайца, и Флерковского. Вы очень мудрый человек. Спасибо вам. Сергей, я вас от всей души благодарю за сегодняшнюю встречу. Хочу также пожелать вам крепкого здоровья, душевных, телесных сил, чтобы ваш коллектив всегда был первым. И от себя лично, и от канала «Союз» хотел бы вам подарить икону Астробрамская, Пресвятая Богородица. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее автор и ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин